Твич! Вроде заработало. Ладненько. Раз все пошло, тогда все отлично. Сейчас еще немного подожду тогда, пока люди подтянутся хоть немного. Как-то в пустоту не весело стремить. Да. Как-то так. Теперь я уже перешел на АБС, просто потому что Иксплит перестал тянуть игры. Нормально. Теперь игры почему-то идут с пониженным фпс. Вместо 60 там постоянно выдает либо под 50 в лучшем случае, либо под 45, где-то 40, может даже еще меньше. Ну, короче, когда как. В общем, Иксплит меня разочаровал в последнее время, поэтому все. Перехожу на АБС сейчас. Так. Пока все равно никого нет. Ладно. В любом случае надо начинать уже. Переходим на эту хрень. Так. Посмотрим, что у нас тут в интро. В интро я сказал. Или тут интро нет вообще. Похоже, тут интро вообще нет. блин, а нет, интро должно быть. Да. Без интро никуда. Хорошая заставка из второго мегамена вселила. Но тут внезапно нам добавляют, что мегамен внезапно исчез. И доктор Валли вернулся снова. Собственно, вот у нас представлены все персонажи там, которые, которые мы будем играть. Тут у нас есть опции. Есть у нас разные уровни сложности, в которых все в основном зависит только от того, сколько урона тебе наносит. Буду играть на дефолтном нормале. Жизни можно поставить бесконечно. 10, 7, 5, 3, 1. Ну, поставлю скорее 5, чтобы уж не сильно это все долго затянулось, во-первых. Во-вторых, бесконечно заставить жизнь это было бы как-то глупо, мне кажется. Как-то так. Да. Всем привет, кто подходит. Ну и, собственно, начинаем. Тут без разницы, за кого начинать, в принципе. Все равно это игра Мегамэн, но в то же время не Мегамэн. Почему она не Мегамэн, объясню, когда пройду уровень. Там, с права, слева, в верхнем углу я на всякий случай себе вывесил КПС. Надеюсь, это не сильно будет мешать. В общем, что вообще эта игра себя представляет? По сути, мы здесь играем за робот-мастеров из первой части на уровнях на уровнях, грубо говоря, второй части. Но при этом тут у нас есть разные всякие веселые штуки. Грубо говоря, есть некоторые особенности его дизайна, из-за которых игра становится немного веселее. Ну вот, допустим, пока что на закатмана ничего особо тут не видно. Чего-то интересного. Единственное, что только он круто разрезает врагов. Все. Ну вот, мы встречаем вот такую вот хрень. Особые блоки, которые мы можем разрезать только за капмана. вот. Привет, Егор. Да, привет всем, вообще. Вот. Пока что, ну, скажем так, не самый интересный уровень. Ну, это фанатская игра, скорее, а не хак. Тут мы играем за робот-мастеров первой части на уровне второй части, грубо говоря. Вот. То есть, там, закатмана, гадсмана, бобмана и прочих. Там, против фаерменна, пипмана, там, и других персонажей второй части. При этом, здесь очень классно сделан замок Вайлиот. Сделан действительно оригинально, ни на что не похоже. Ну, из мегалайнах, я имею в виду. Вот. Ну, до замка мы еще дойдем, надеюсь. Вообще всего, к сожалению, только две части вышло этой игры. То есть, ну, вторую часть не знаю, сегодня покажу или нет. В общем, вроде как делалась еще третья часть, но, к сожалению, там пока есть какая-то супернедоделанная версия, где всего четыре робот-мастера. Но это было где-то еще в 2013 году и больше ничего про эту третью часть неизвестно. К сожалению. Идея сама в себе классная. Вообще тут по идее ну, кто знаком с второй частью, отличие это было в дизайне я по большей степени уже мог заметить. Но тут еще не только в уровнях все это будет отличие видны. Еще в самих боссах. Блин, сраные птички. Вот так вот их надо убивать. Закатанно немного неудобно играть на самом деле. не совсем плохо, но неудобно. Вот эти вот штуки здесь лучше их, ну, не атаковать так просто. Тут есть кое-что веселое. Можно, то есть, эти платформы взять и спилить. Точнее, срезать. Не, те четыре уровня, то я не спорю, они вполне классно сделаны, судя по ролику. но, блин, облом на то, что игру не допилили, так, чтобы могла вполне достойная игра получиться. Ап, ца-та, все-таки задели. Да, блин, неприятный момент тут иногда бывает. Да ладно, поэтому я выставил все пять жизней, а не три. вообще тут с дропом из врагов есть некоторые проблемы. То есть, тут дроп не очень частый. Может, конечно, есть какие-то особенности этого дропа, но что-то не заметно. Так, здесь лучше сильно не торопиться и потихоньку идти. С точки зрения лоу-дизайна тут все сделано довольно неплохо. То есть, птички были сначала, вот эти вот, но в более сложной секции их взяли и убрали. То есть, вполне себе контакт. Хорошо сделали. Честно по отношению к игроку, грубо говоря. Привет, Серж. Мегамены уже просто максимум выжили. Ну да, из Мегамена уже все, что можно годного сделали. Уже чего-то действительно оригинального сложно найти. Все, уровень почти закончился уже. Так, вот эти вот страусы во второй части они были попроще, то есть, они, грубо говоря, сразу через тебя перепрыгивали, а тут надо как-то самому на них реагировать. В общем-то, босс, мы дошли до Вудмана. Битва с Вудманом здесь немного отличается от той, что во второй части. Во-первых, вот этим вот отличается. Во-вторых, слишком много листов, не правда ли? ай, таки убил. Ну ладно, не страшно. Жизни пока есть. Целых три жизни с учетом нулевой. Да, вообще, эта игра кое-чем еще интересна, но это ближе к концу игры скажу. Точнее, сами увидите, в общем-то. Почему эта игра совсем не Мегамэн, хоть и с персонажем из Мегамэна. в общем, вот такой вот босс, довольно интересно. Сделали его тут. Ладно, чем все-таки эта игра не Мегамэн, то есть Мегамэн, когда побеждаешь босса, тебе дают его оружие. Здесь такого, увы, нет. Здесь облом с этим. Здесь, то есть, на каждый уровень нам дают его персонажа и все. Так, у нас тут уровень Хитмана, не самый приятный уровень, но нам дали тут Айсмана. Ну, соответственно, каждый персонаж, ну, его своя, ну, почти у каждого персонажа, ладно, своя анимация убийства врагов. То есть, тут это сделано классно. раз тут у нас Айсмана есть, то тут связано будет кое-что с заморозкой. Ну, это, в принципе, и понятно было. Ну, Йоху-блоки без них никуда. Я затупил тут немного. Мог бы натупить. Все проще было. Вот, тут у нас есть вот такие вот штуки, которые мы можем замораживать. Настолько помню, во второй части у нас такого не было. То есть, там вообще ледяного оружия не было, в принципе. тут у нас вот такой вот геймплейный элемент. Да, кстати, жизни, если что, на каждого персонажа, грубо говоря, свои даются. Вот этот вот момент с Йоху-блоками, он не самым приятным, потому что здесь с таймингом сложность есть некоторая, чтобы по этой хрен не попасть. Я тут потуплю сейчас немного, я сразу говорю, с этим местом я долго тупил. Ну, оно несложное, просто тупники бывают. Так, идите, чуваки. О, жизнь. Жизни лишними не бывают, потому что дроп, как вы видели, сами здесь не самые хорошие. Да, куча блоков. Здесь, кстати, интересный момент с этим есть. Вот так вот надо это все делать. Это сделали, конечно, вообще шикарно. Блин, что-то мне вообще странно даже как-то. Слишком много жизней выпало, вы не находите? Так, это чекпоинт, если что. Ну, да, это тупая смерть была. Я знаю. Да, вот очередной геймплейный элемент. Ждем. Так, здесь надо поаккуратнее быть. Все-таки прыжки над пропустями. Прыжки над пропустями никогда веселыми не были. как-то так. Вообще, такая штука, по-моему, была в самом конце второй части. Ну, в смысле, капающая хрень с потолка. Как там была зеленая. Так, здесь лучше подождать. конечно умеет. Это ж айсман, в конце концов. Он умеет все охлаждать. Ай, что-то я вообще не вовремя ее замораживаю. Как-то так. В принципе, тут можно было за жизнью пойти, но я не стану. Я больше потеряю. Ммм, фак. Просто фак. Пережал вперед чуть-чуть и свалился. Да, привет, чертаб. Всем привет, кто подходит. Ай. Все-таки с прыжками, конечно, есть некоторые тонкости. Не очень приятные. это плохо. Это плохо. Почему-то я тупанул сейчас. Очень сильно тупанул. веселые. Тупанул. Семкин. Все-таки приятные. Все-таки последние. Все-таки пом Aleяне Ретро. Давай, падай. Падай, я сказал. Отлично. Молодец. И главное добраться до чекпоинта. Привет, Ашпин. Е-е-е-е. Фак. Ладно, по крайней мере, это чекпоинт. Но у меня две жизни. Можно все слить к черту. На таких тупых моментах будем. Ну, ждем. Хотя, в принципе, можно было и не ждать особо. Тут был другой вариант. Заморозить ее, и она автоматически вниз потом идет. Ладненько. Я, по-моему, переборщил щиток. Если бы с чекпоинта был бы кон, было все хорошо. К сожалению, нет. Чекпоинт будет, как обычно, с начала уровня. К сожалению, уровни здесь все-таки длинные. Ну, как к сожалению. В принципе, в них можно запихнуть чего-нибудь интересного. Например, вот эту всякую хрень. В принципе, это уже почти конец уровня идет. Так что все норм. Ах, не допрыгну. Хреново. Добавляться еще раз немного подождать. Вообще, тут можно было в самом начале, говорю, выставить бесконечные жизни. Тогда можно было умирать сколько угодно раз. Так. Фак. Это было сейчас очень тупо, ну да ладно. Бывает. Синдром стрима все дела. Да что я делаю это все так криво, а? Я так до конца уровня-то не дойду же. Если я так буду улажать. Фак. Замечательно. Замечательно. Свалиться вниз вот так вот. Офигенно просто. Ой. Да, какой ужас. М-м-м. Жизнь. Мы прям вовремя свалились туда. Вот очень вовремя. А не трольский момент, это просто я туплю сейчас. Все, серьезно. Его можно было бы назвать трольским, если бы тут, не знаю, все было бы очень плохо. Тут не все очень плохо. Ладно, осталось совсем чуть-чуть. Осталось только добраться до комнаты. И все. Эх. Я-эх. И-эх. Осталось. Ну-то. Ладно, тут у нас невеселый босс-баттл, ну как невеселый, он просто довольно сложный, если я буду так дальше тупить. Фак. Ладно, идем дальше, идем за Гацмана. Чем отличие игры за Гацмана? Сколько помните, кто первую часть играл, он просто так передвигаться не может, он может только прыгать и все. Из-за так у него вот такая вот хрень только есть, больше он ничего не умеет. Как-то так. Уровень у него, скажем так, не самый приятный. Долбанный Крэшман с этими платформами. Самые опасные враги для Гацмана это метулы, как ни странно. Крэшман. Да, привет, когда санчились, привет всем, кто подходит. Черт. В общем, в принципе, врагов сверху можно так вот интересно убивать. Точнее, так и нужно некоторых убивать. Фак. Опасные враги Гацмана, это, конечно, тоже еще яма. Да ладно, метула опаснее все равно. Потому что здесь будет кое-что дальше веселое. Но фак, что получится сразу же пройти. Скорее всего, меня откинут на чекпоин сейчас. Так, здесь вообще лучше подождать, потихоньку подождать, пока это дойдет. Как-то так. Есть, конечно, проблемы с этими гребанными таймингами. Да ладно. Фак. В общем-то, здесь вот в этом вот проблема, в этих метулах двух. То есть тут нужно с ними хороший такой тайминг рассчитывать. И все. К сожалению, у меня это, как видите, плохо получается очень. Поэтому... Левая, левая, левая. Ну, хоть жизнь дали, которую потратил. Да, еще проблема в том, что Гасман вот так вот, когда катится на платформе, по нему хрен поэту. По нему камень не попадает. Ладно, продолжаем кататься. Тут снова ждем. Тут вообще лучше не торопиться. Да, из-за этого тут, конечно, иногда приходится постоять, подождать. Но лучше уж лишний раз подождать, чем потом подыхать по-тупому. Ладно, кусок. Кусок вроде как пройден. Окей, ладно. Сейчас осталось тут уже совсем немного и будет босс. Насколько помню. Ну, или как немного тут еще, конечно. Надо до него допрыгать. Фак. Ладно, тут можно так сократить. Ох, вот эти вот ребята, они отстойны, как вы видели, по уровню с этим. С Хитманом. Передать. Ладно, тут у нас босс. В принципе, паттерн тут немного изменен. Стал. Я не знаю, проще ли он стал, или нет. Учитывая то, что мы играем за Гатсмана, то нифига не проще. Если более-менее знакомы с паттерном, то можно и нау-дэмэдж пройти. Ай. Ай. Так. Значит, что у нас дальше? Пробуем победить крэш. Ну, два способа, на самом деле, такого можно победить. В принципе, вот такой вот способ. Не, Егор, тут более веселый последний уровень в замке. К сожалению, не дадут за Вайли погонять, но... Тут будет кое-что другое поинтереснее. Вообще, замок Вайли чуть ли не самое интересное место в игре. Вот во второй части, там... Я ее только, ну, видос по ней смотрел, там кое-что веселое есть. Связанное с Вайли как раз-таки. Не, тут... Пещаный дьявол-то, это же изобретение Вайли, по-моему, а не Лайта. Это эти же... Робот-мастеры были изобретением Лайта изначально, но потом Вайли их склонил козлу или что-то в этом роде. И потом уже... Как-то так. Так, вот... Турэй не Эрме, но он довольно неприятный на самом деле. Чем он неприятный, это вот из-за этих движущихся платформ. Ай, ай, глаз чешется. Глаз чешется. Яблочков, кстати, да. Так, как-то так. Здесь вообще очень легко свалиться вниз, поэтому надо быть очень аккуратным. И слишком не забегать вперед, что ли. Да, тут за каждого Робот-мастера свои эти... Анимации к смерти у врагов. Да, ему зон, конечно. Как-никак во второй части ему зон тащит. Прям очень-очень тащит. Что-то не могу не подпевать. Так, вот здесь вообще есть два варианта. Но я сейчас сделал очень-очень... Такой нехороший момент. Потому что эти чуваки кидаются молниями. Этой молнией меня могло спокойно вниз скинуть. Так что я сейчас... Не очень приятный... Не очень, конечно, хорошо сделал. Да ладно, главное, жив остался и все. Да, тут у нас добавили интересный момент с облачками. С фитильками. С фитильками. Так, это было сейчас очень опасно, то, что я сделал. Не надо было так делать. Так, вот здесь сейчас лучше подождать, пока упадет яйцо. Потому что, ну, облака, лишний графон, все такое. Хотя, вот это сделано было специально, опять же. Чтобы затроллить игроков. Ну, как затроллить? Я бы не сказал, что это прям такое сильное тролльство, но... Момент может быть проблемный слегка. Вдруг не увидел птичку. И все. Так, носки. Не знаю, почему я называю их носками. Они похожи на носки. Синие. Шарпе. Тут тоже, опять же, интересный момент с этим. Скажем так, использование механик игровых в деле. Ай. Чуть не упал. Этот вообще участок уровня мне не слишком нравится. Потому что он довольно долгий и медленный. И все. А так он не слишком сложный. Ну, хотя... Что там... Заступить можно где угодно, сами знаете. Прекрасно. Главное просто сильно не торопиться. То есть, вот сейчас эту штуку дождаться. И все. И все. Да, кстати, тут ограничению по выстрелам у некоторых персонажей все-таки не три выстрела. Как у Мегамена. Но, опять же, тут логично из-за того, что у Файермена выстрел-то побольше все-таки. Причем у Мегамена здесь может показаться сначала, что что-то не то. Будь-то какой-то глюк. Но, на самом деле, все просто. Тут надо дождаться перед чертовой платформой. Потом нужно взять и пролететь. Так, здесь надо было аккуратнее играть. Так, ну, мне повезло. Но, ну, это еще все равно не конец. Тут, по-моему, чекпоинт. Да, вот эти ребята, они, конечно, крайне неприятные. В сочетании еще с кучей ям. Поэтому здесь надо быть аккуратным. Сдувальщики чертовы. Подождем. Не стоит торопиться. Хотя, скорее всего, я здесь дохну. Да ладно, посмотрим. Тут, конечно, неприятный момент на самом деле. Сейчас поймете почему Все вот из-за этого чувака Тут надо Так вот делать Все Повезло В общем-то на этом моменте я пару раз сливался Как бы Ну не то чтобы надо знать про него Но иметь ввиду надо Ну собственно Айрмен На котором я сейчас сразу же солью Да, тут получается Можно поджигать его Мини торнадо Желательно этого не делать Тогда они носят чуть меньше урона Ну неподожженные по крайней мере Летят они гораздо медлее И неподожженные Да, в общем-то Айрмен тут изменен немного В отличие от оригинала Да, тут вся игра за боссов Скорее всего эффект теха Это у меня От стрима Или еще чего-нибудь По идее его не должно быть Наверное Так У нас тут Ура и металлмена Тут нам сразу пихают Но фишку, которую Есть только на этом уровне Это у нас Не знаю Переключение дверей Грубо говоря В общем-то так А Ты его назвал Как это Вообще Тут Ну этот уровень Чисто такой Подформенный Больше Кстати, вот ребят Лучше всего В прыжке валить Потому что Тогда молния бьет Ну два раза И заденем Трубо говоря Так Тут у нас Очередная Интересная фишка Которой у нас Не было В оригинальном Мегамэне Втором То, что При помощи Эрикмена Мы Берем И Те штуки Ну не то чтобы Уничтожаем Так вот Наконец-то я здесь Не получил дамага Много очень дамага Просто я люблю Здесь получать дамаг Тут классно Кстати вот этих Мини пил Уничтожать Тут Ну как помните Их всегда много И Одной молнией Получается Я убиваю сразу Чуть ли не Овер дофига Пил сразу Так Вот этот вот момент Он Ну Он у меня получился Сейчас с первого раза На самом деле Все Гораздо сложнее Здесь я тупанул Сразу говорю Потому что Ну Я не знаю Как этот момент Проходить без дамага Серьезно Так Здесь надо Вот такой вот Ерундой Заниматься Так Надо Надо Аккуратненько Нельзя Теперь прыгнуть Все Так Так Здесь можно Легко Вот так Отхватить Так Ну Очередная Веселая Комната Которая На самом деле Просто нужно Вот эти вот Крайние Глотки И все Этих вот Пил я не помню Они либо увеличены В версии Каких-то Пил из Мегамена Либо Не знаю Супер Медвой Какой-то Серьезно Не успею Не успею Не успею Надо было Чуть позже Допрыгивать Ну ладно Это же все-таки Металмен Специфичный уровень Так Теперь должен Успеть Нет Все-таки Не успел Жаль Так Здесь Надо Аккуратненько Очень Передвигаться Как-никак Ямы Пилы Конвейеры Всего-всего И не по разу Да Версия Сделана Довольно Интересно Поэтому Решил ее Стримить То Не знаю Про нее Мало кто знает На самом деле Что странно Про всякие Говно хаки По мегамаме Знают Чуть Не все С металменом Сражаться Кто еще Удовольствует Сарказм Если что На самом деле Мне повезло Сейчас То что уклонился От самых первых Его атак И сейчас Прошло Более-менее нормально Так он мог Затролить Как-никак Самые сильные Нарвадмастер С второй части Можно сказать Точнее у него Самое крутое оружие Так И остался Последний Бомбмен И у него Самый противный Уровень Конечно же Квикмен Думаю Все помнят Этот отвратительный Уровень С этими лазерами Теперь без Флешмена Мне Туго придется Да, уже изменение В дизайне Можно заметить Раньше Такого не было Так, здесь надо Очень аккуратно Быть Так Эти штуки Я не помню Можно ли вообще Уничтожать Или нет Вообще Тут Бомба Аналог Крэшмена По сути Так, можно было Взять КП Но я решил Не рисковать Так Так, сейчас Ребятки Прочитаю Чат Помню Когда-то Думаю Хотел Уходить Товарищу Ну Не знаю Без флешмена Этот уровень Конечно Можно Пройти Но там Надо Немного Задрочить Его Сити Тайминги Где Куда Надо Идти Сразу Где Куда Надо Падать Это Так Но это Еще Ничто По сравнению С Мегамином Х5 Кторым Первый Замок Хреновый Так Ну Собственно Сам Квикман Чуть-чуть Чуть-чуть Да Да Ну Говорю В Эксе Пятом Это Хуже Сделано В смысле Более Тройско Более Жестко Там Уже Без Часиков Это Все Куда Хуже Проходится Там Чистое Задротство Идет Уже Если Играть Не знаю По Тупому Дефолту Окей Кройдина Да ладно Я уже привык умирать Когда у босса одна тычка остается Привык умирать Когда босс сам умирает Это нормально Так Теперь у нас Замок Вайли Замок Вайли Вторая часть Самый известный музон Странные у нас Штуки Которых не было раньше Во второй части Но тем не менее У нас Все равно Новый враг Значит Уровень Будет немного Другим Так как у нас Нет айтемов Соответственно Здесь у нас Прохождение уровня И много другое Как вы помните Во второй части Мегамена Там Большей части Ну Большей части Эта локация Была завязана На использовании Предметов То есть Там нужно было Не знаю Все эти ракеты Все эти подъемы Надо было использовать Но Тут такого нет Тут у нас Все по другому И Сделано Это гораздо круче Крайний мир Вот Босс Босс Сделал Очень шикарный Приятнее По крайней мере Чем в оригинале Черт Так вот, тут странно, что он меня задел Он не должен был меня задеть Потому что Потому что, я так сказал Лучше с ними разобраться Потому что у него наверх же еще подниматься Вот с этим можно уже не разбираться Хотя все равно я почему-то от него получил Так, здесь надо обязательно подниматься Полезть, потому что с прыжка тут наверх никак не забраться Проверено Так, вот та самая секция была С дебильным использованием Айтема номер один На которой Многим людям Фак Короче, многим людям этот момент не нравится На самом деле, мне тоже он не шибко нравится Черт Вообще-то я нажал вверх Не знаю, почему он не сработал Да ладно Ладно Тут он тоже довольно проблемный этот момент Все потому что у меня с первого раза не получилось Я нажал вверх Я не знаю, почему это не сработало Видимо, надо четко на лестнице находиться в этот момент Ладно Тупники, они и в Африке тупники Все Неужели? Так, вот это вот сейчас, конечно, тупо тоже было Что обязательно надо подниматься по лестнице Так, ну Собственно, босс Как вы успели заметить, он уже идет Совсем По-другому Если раньше он С ним надо было драться По горизонтали обязательно Теперь Мы деремся уже с ним Вот так вот Ай Я нажимал вверх Вообще-то ТАРАТАРАТАТАТАТАТАТАТАТАН как бы в оригинале тоже подгрузья был ай вот так тоже надо делать как я сейчас сделал пригнали там всего было три чертовых этих сейчас скажу три чертовых блока вообще можно вот так вот делать нет так нельзя делать потому что я тупой черт самое забавное что первый раз когда его проходил я таких проблем с ним не было я его проходил лучше серьезно ну ладно чтобы тогда то у нас сейчас да я нажал вверх какого черта сраный стик неужели ты не видишь назад я верха черт одуру и не такой проблемный что перепройти не так сложно блин здесь равно не нравится что так все уважаю дерьмо пора переходить на клавиатуру все мне мне надоело это хрень так синдром стрима да как как-то странно как-то внезапно так а а а а а а у а Все, пройдено. Ладно. Клавиатура меня спасла. Ну, будем дальше тогда на клавиатуре играть. Ибо нефиг. Итак, первый уровень замка пройден, теперь второй. Тут у нас... Надо прогодить Зайсман. У нас тоже интересно сделано все. Это не эмуляторное преимущество, это же фан-игра, она же на ПК выходила. Изначально управление было сделано на клавиатуре. Это я уже на экспадер назначил, и все. Как-то так. Так что, ничего не знаю. Никакого преимущества нет. Так, тут интересно сделано все. Надо у нас... Заморозить пропеллеры, чтобы опустили здесь штуки до нужного мне уровня. Вот этот вот прыжок неприятный. Так, вот здесь, я сразу говорю, здесь невозможно допрыгнуть, если не заморозить эту штуку. Я проверял, если что. Так, вот, чертовы кидатели молний. Не те еще, мудаки. Да, с пилами, кстати, забавно тоже сделано, раз мы играем за Зайсмана. Соответственно, у нас теперь пилы немного иначе умирают. Фак. Итак. Клая вероятность, что я сейчас умру. Большая вероятность, что я сейчас умру. Ладненько. Бывает. Так, надо быть аккуратнее на этом уровне. Он, как видите, немного троллит, если что. Так, здесь у нас уже почти конец уровня, если что. Только главное это. Главное, чтобы не напороться и все. Как-то так, в общем-то. И, насколько помните, здесь у нас комнатка была поменьше. Ну, боссы, я думаю, все этого помнят, кто играл. Только здесь он стал гораздо веселее, если честно. Почему сейчас увидите? То есть это не все, что он умеет. Серьезно. И, при этом, когда он, по-моему, падает, он может меня дамажить, если что. Вот такое вот, что он умеет делать. Тут уже начали разные типы врагов. Ну, боссы появляться. То есть уже комбинации и все такое. Так, двойной, значит, босс. Вот это вот неприятная комбинация, на самом деле. Вроде кажется, они слишком сложные, потому что здесь только один что-то с блоками делать. Хотя, вот эти вот тоже ребята веселые. В принципе, затроллить могут, конечно, как сейчас. По факту не должны. Все, одного, когда уничтожаем, дальше уже двое оставшихся идут. Чуть проще. И, естественно, это еще не все. Еще останется финальный гад. Собственно, супер-дупер-блок. Который делает вот так вот. Да, и он довольно жирный еще. Надо это заметить. В принципе, босс, ну, несложный, но интересный. То есть его усложнили, в отличие от Нессовской версии. В отличие от оригинала. Что, несказанно, радует. Идем дальше. Следующий уровень замка. Итак, теперь мы играем за Эликмэна. Да здравствует падение. Падение через шипы, на шипы и против шипов. Да, роль этой рыбки теперь расширили немного. То есть раньше-то мы ее наблюдали совсем пару раз за игру. Возможно, даже один раз. Теперь уже этих рыбок гораздо больше. В принципе, комикамин без уровня с шипами. Так, у нас здесь аккуратненько. Не слишком сильно напрягаясь. Брать и падать вниз. Топ не на шипы. Возможно, пиво, я не знаю. Возможно, какая-то хреновая вода. Ржавая. Ржавая. Ай, я думал, это вообще-то блок. Я думал, что это блок. Ну ладно. Раз это не блок тройства, то придется делать вот так вот. Вообще, вот это вот то, что сейчас происходит, это не баг. Это так и должно быть. То есть вот эти штуки, они должны, грубо говоря, лететь на это электричество. Как-то так. Блин, тройства, конечно. Я думал, что по-другому тут все. Ну ладно, плевать. Как есть, так есть. Так, на всякий случай, включим ее. Ибо нефиг. Фак. Вообще неприятные враги. Не располагается, обычно, не в самых приятных местах. И частенько любят попадать. Вообще, у ликмена сами по себе эти прыжки, не сказать, что очень хорошо. Так, вот здесь, конечно, забавный момент. То есть можно вот ту штуку включить, и тогда эта хрень поднимется. И смотрите, кто у нас тут босс. Гребаный дуэт, оставшиеся двух робот-мастеров, которых мы не валили. Да, при этом у нас Бабблмен делает, может, вот такую вот классную штуку. Загонять наше электричество в пузыри. Ну, флешман, он и в Африке флешман. Он умеет делать вот такую вот штуку, как остановка времени. Поэтому флешман крайне опасен. Его желательно будет в первую очередь завалить. Если получится. Блин, флешман, конечно, тот еще тролль. Обычно он так не делан, серьезно. Ай. Так и задел флешмана. Почему тут надо в самом начале ввалить флешмана? Потому что тогда он будет действовать, грубо говоря, как в... Ну, грубо говоря, как... Так же, как действовал в оригинале второй части. То есть, хреново будет нагибать. Хотя, впрочем, и сейчас я туплю, поэтому... Таблиинский... Плохо. Очень плохо. Нельзя так много сливать на этом боссе. Хотя босс не из простых. С двумя полосками здоровья все-таки. Ай. Стоп-кадер такой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Повезло. Вовремя прыгнул, называется. Эй, флешман побежден. Остался Вабблман. Вабблман ведет себя точно так же, если его завалить вторым. То есть, вот примерно такая тактика на этих двух боссов. Нет, босса HTML5 нет. Итак, у нас тут дальше... Это кого у нас за уровень-то? О, вот. Самый, пожалуй, оригинальный уровень, которого не было еще. И при этом самый долгий, без чекпоинтов. В общем, нам дают гадстанк, который у нас был как бы боссом, по-моему. И вот такая вот штука у нас есть. То есть, у нас есть щит, который мы можем использовать и укрываться от вражеских выстрелов. И у нас есть непосредственно сам выстрел, чтобы брать и... Не знаю там. Так, ну здесь я очень сильно затупил. Я очень надеюсь, что мне дадут хил когда-нибудь. Потому что с таким количеством жизней я не смогу ничего сделать. Серьезно. Жизни. Больше жизней. Богу жизни. Вот так иногда некоторых форгов надо убывать. В общем, очень интересный уровень. Серьезно. Тут у нас проблема с шипами. То есть, эти штуки у нас... Ооо, жизнь. Хотя мне больше хп пригодится, чем жизнь, на самом деле. Как-то так. То есть, разнообразие и все такое присутствует. Чёрт. Чёртовы снайперы Джоу. Да блин, что у меня с таймингом не так? Всё. Вот так вот и надо было делать с самого начала. А, вот это вот, типа, он неприятный. И он уливается, кстати, легко. Что самое странное. Просто берём, скидываем на него все эти блоки. Здесь есть, кстати, нетрольский момент. То есть, вот, мы сверху вот эти блоки не можем пробить. Ну, точнее, шипы не можем пробить. Поэтому, надо здесь очень быть аккуратным. Иначе, можно получить... Ой, вот метулы тоже, они, конечно, противные тут. Потому что это главный враг Гацмана. Тут у нас есть два варианта. Ну, вообще, как вариант, просто берём и уничтожаем эту штуку. Я смог побить снайпера Джо. Ох, хил. Очень много хила. Так, кто-то вот я тупанул сейчас, можно было спокойно пройти. Так, ну всё, мы доехали, наконец-то, в нашем танке. И теперь у нас босс. Босс у нас, чёртов Гацтанк. Тут на него есть две тактики. Одна простая. И одна ту, которую изначально придумывал разраб. То есть, вот мы видим то, что он берёт и закрывает себя своим кулаком. То есть, нам нужно сначала взять и уничтожить кулак. Только потом мы уже можем непосредственно атаковать его. Однако здесь есть более простая тактика на него, но я покажу её чуть позже. Когда у меня получится либо пройти, либо умереть. Да, кстати, я всё уничтожил. Ну, в смысле, уничтожил этот. Дула танка. Да, кстати, видно, когда он начинает атаковать этой штукой. В общем, ладно. Следующий уровень замка Вайли. Уровень пятый. И теперь нам закладают играть за бомбную. Бомбан это что у нас? Это правильно. Это у нас... Чёртовы Йоку-блоки. Носки, конечно, раздражают. Можно так, по крайней мере, сделать, ладно. В принципе, я не знаю, зачем вообще нужна была эта платформа слева, но да ладно. Здесь лучше сильно не торопиться. У нас вот такие вот штуки будут возникать часто в этом уровне с бомбаном. Ну, насколько помните, здесь у нас босс тоже специфичный, который уничтожается только одним оружием. Короче, оружием... Я забыл, какого зовут. Я серьёзно забыл, какого зовут. Крэшмином было. Это плохо. Блин, можно было так сделать. Ну, ладно. Там жизнь была просто. Я хотел взять жизнь. Чёрт, так и умер. Уже час я тут копаюсь. Я думал, всё-таки быстрее будет. Да ладно. Как есть. Как умею. Учитывая то, что я на некоторых уровнях там ещё позастревал немного. Потупил. По синдром стримил. Хаспель то, что стран был, в конце концов. Это уж нифига нифига стран. Г Cont� и... Эхем... Так. Эхема цвет... Так. Наверное. Так, каким-то невероятным образом Все-таки добрался до верха Правда, слил при этом жизни немало Ооо, очередные Йоку-блоки Фак Ладно, ждем В принципе, здесь Ну, такое Не слишком приятный уровень с этими Йоку-блоками Сами понимаете, прыгать по платформе Которые появляются с определенным таймингом Это не очень весело Вот, например, вот так вот Чертовы платформы с таймингом Не люблю я вас Вы меня, собственно, тоже не очень-то любите Да ладно Оооо У меня аж руки вспотели Снова у нас тут Немнятная хрень Крайне мере здесь у нас Уже вторая от этого часть Тут у нас Вполне себе почти адекватно Почти адекватно, я сказал Е-е-е-е Снайпер Джо Ладно, ставим его Там стоит Он мне не шибко мешается На самом деле Ладно, и теперь у нас Снова измененный босс Насколько помните Здесь нам нужно было Уничтожать Блоки стен Крэшмана Уничтожать вот эти вот штуки На стенах Короче, у нас немного Тетриса Ай Я засмотрелся Да, кстати От этих боков Лучше не получать Они очень много сносят Вообще-то лучше ни от чего не получать И просто валить босса Ну, босс такой Босс неприятный Босс это знает Потому что он берет И троллит, зараза Ну, просто проблема в том То, что когда не знаешь Как босса валить Ну, таких вот боссов На которых нужно оружие Обязательно Там, да Там застрять очень надолго можно Это было проверено Доказано многими В принципе, даже Как-то, блин Я не заметил Задумался Заговорился Здесь, кстати Они, по-моему Определенно Число раз появляются То есть Бесконечно Это радует Не может не радовать По крайней мере Сволота Так и задел Да Ё-моё Фак Чё такой жёсткий, да Блин, почему-то я вообще Не смотрю Что он делает И раздражает Меня самого Серьезно раздражает Да, блин Блин Я почти завалил Обидно Не там встал Называется И всё Серьезно Вполне возможно Сейчас На стриме Появилось То, что Сиклинер Чё-то хочет сделать На чате Прямо Но Увы Я сейчас Не могу убрать Потому что Я занес Легко Извините О, нет Всё И сейчас Не видно Ну ладно Хорошо Раз не видно было Кто-то знает Как он там Отображается На самом деле Ладно Самый проблемный Кусок остался Всё Самый проблемный Кусок Пройден Не, ну Босс Гораздо Интереснее Стал Босс Гораздо Интереснее Стал Да Привет Венерлин Привет Всем Кто Подошёл Итак Что у нас Теперь Теперь у нас Fireman По-моему Да Теперь у нас Fireman И чем Эта игра Не похожа На Megaman В том Клани Что здесь Нет Refighter Серьезно Здесь Нет Refighter Здесь Просто Вот Последний Уровень Представляет Собой То Что Мы Перешествуем По комнатам В котором Враги Действуют Как бы С нашими Способностями То есть Допустим Сейчас Я В блоке Iceman Дальше Я пойду Там В блок Какого-нибудь Fireman Или Еще Что-нибудь Так Что Это Нифига Не Мегамен Опасно По-моему На Вангалон Так У нас Теперь Блок Хатмана Теперь У нас Оригинальные Враги Да Нерлин Открут Когда Не Верцает Ай Враги Ай И блин по но сейчас слишком побежал сильно вперед то что там ладно последняя часть уровня осталось ну как последняя в принципе тут еще дофига надо бежать крайне мере этот блок прошел ханит когда не прошел еще еще здесь надо что-то делать собачка проапгрейдирована было так теперь отвратительно блок эрит мэна почему отвратительно сейчас увидите еще не совсем сейчас будет тут один момент вот с этими штуками связанным с наверху вот тут веселье начнется вот тут веселье начнется в принципе это веселье краски сейчас пробежал немного я михалыч тут не синий робот тут у нас разные роботы и синего робота пока не видно было так что ничего подобного так здесь лучше потихоньку пережидать это все естественно можно просто пробежать по верху но я не хочу там кое-что есть важное что важно так это жизнь да привет михалыч с ним поздоровался так у нас теперь кусок с гацманом странные штуки кидающиеся камнями странного или замок да теперь птички у нас суровое место яиц кидаются камнями такими огромными да и гора на самая винарлин я ее начал играть но пока руки немного не дошли до нее это треть игры прошел но она дофига долго так тут главное бежать дальше все у меня отпуск фриз так что мне можно еще неделя остался так ну и собственно теперь у нас еще в этом плане да конечно там хотел его дизайн немного другой в рабе риде отличая тенша и опять же кому что кому как так это у нас я забыл сказать секция бомбана ну она по бомбам понятно у нас все взрывается сказал все взрывается так вообще надо аккуратно быть так ну собственно босс угадайте кто а босс доктор вайли машинка из первой части кстати да сейчас немного тупанул да ладно в любом случае у меня жизни это было мало и мне бы не хватило их чтобы забить вайли в общем то доктор вайли видео не знаю как он правильно читается и собственно самое что забавно у нас как бы слабость самая самая выбрана а просто кто помнит в первом мегамэне по моему катман и фаерменом его можно валить бывает фриз так но это еще нифига не все потому что это слишком простой последний босс не так ли поэтому мы идем на финал именно к самому доктору да у нас отключили музон как в принципе и в оригинале ладно пока ашпиль тут правда самый конец уже самый пожалуй интересный босс в игре самый жирный босс в игре самый жирный босс в игре самый жирный босс в игре да что это блюдо так не надо так тупить и вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Так, это у нас первая форма Вторая форма пошла Не, на клоуна не получится Егор запрыгнуть Там она дамажит Босс крутой только до одного момента На самом деле он сам по себе крутой Но тут не спорю Но тут есть или не приятный момент с ним Сам в конце Где он легко может затроллить Гореттетер 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Она как бы... Ну, траектория-то понятно, но все равно затроллить может, когда первый раз играешь. Что, впрочем, она меня сделала дважды. А просто два раза меня взяла и затроллил, и все. В общем, вот такой вот у нас интересный босс. Шесть форм Вайли. Да, если умираешь, все заново, к сожалению Но В принципе Начало-то Недалеко, то есть с него же начинаешь Это конечно Ну ладно, в принципе, охрен То, что он долгий, то, что сольешься Если заново Но босс очень интересный В принципе, вот такая вот игра Самая первая часть Как по мне, так она вообще великолепна То есть Если сравнивать с самым первым Мегамэном Это, блин, вообще Офигенно она, интересно То есть тут у нас Куча разных персонажей, которые как бы Они разные совсем, то есть Действуют по-разному За них геймплей разный Боссы за них тоже Интересные, разные Нет рефайтов в конце концов Нет чертовых рефайтов Они исправили мегамэна Они сделали его лучше Как-то так Ну и играется она, естественно, пободрее Жаль тут, конечно Ну, тут не сделали, конечно Переключение между робот-мастерами Но, опять же Левел дизайн хотя бы Адекватным сделан был А вот во второй части Уже Можно будет Переключать Переключаться между роботами То есть там это Грубо говоря Сделали его больше Мегамэном, опять же Там тоже Не завезли, если что Рефайты И там она сделана Ну, поинтересней, что ли Но это уже как-нибудь потом будет Потому что сейчас Я ее фестеранить не хочу Это может затянуться Но очень-очень долго Поэтому вот Такая вот игра В принципе, тут еще Раз, как бы Сейвы есть Тут можно Взять Ну, я хочу показать Как можно еще победить Одного босса Так, это не тот Блин, вообще я взял Выключил игру Идиот Сейчас, ребят Подождите Перезапущу Перезапущу игру Там просто Хотел показать Как можно завалить Гадстанг По-другому Так, это четвертый Значит был Блин Опять не то Сейчас Сейчас все будет Так, в общем Вот сейчас покажу Как можно завалить По-легкому Гадстанг Не уничтожая ему Руку То есть Берем Ставим Вот эту вот Заслонку Просто Если мы просто Пытаемся кинуть Он ставит нам Как бы руку А если мы Попадем Вот так вот В точный кадр Ну, грубо говоря В кадр То мы можем Его вот спокойно Вот так вот валить Потихоньку Медленно Наверное Но Но Крайне мере Он Не знаю Будет проходиться Безопаснее Чем Если бы Уничтожать ему Эту руку Ну, в общем-то Вот так вот он проходится Ну, это другая Тактика на него Более простая Ну, это скорее всего Багом Можно назвать Но в любом случае Довольно занятный баг Ну, в общем-то Все Все, что хотел Я сегодня показал Ладно Всем спасибо Кто смотрел Дальше я не знаю Кто что будет В принципе Не знаю Может кто что Отпишется А так Всем спасибо Всем пока